Свет в окнах Национального художественного музея в эти выходные горел допоздна. В Якутске в четвертый раз прошла Ночь искусств. Всероссийская масштабная акция объединила людей разных интересов и возрастов. Успех якутских кинематографистов на мировом уровне определил вектор ночи. Не спала по долгу службы и моя коллега Саргалана Федорова. Добровольная культурная бессонница в Якутске началась в шести часов вечера. Собрались любители музыки, литературы, кино и живописи. На короткое время музей превратился в школу, где наука понимать прекрасно и оказывается делом по-настоящему увлекательным. Это бесплатная акция, когда любой посетитель может прийти после работы в музей. А в залах работают экскурсоводы, работают также лекторы, которые рассказывают удивительные истории о каких-то вещах из фондов музея. Организаторы подготовили тематическую экскурсию. Историю одной картины. Рассказ о портрете Михалкова с сыном Кончаловского. В процессе экскурсии гости познакомились и с постоянной экспозицией. Центральной площадкой ночи искусств стала презентация мобильного приложения с дополненной реальностью и аудиогидом Якутия Арт-музей. В приложении можно выбрать язык английский, русский, якутский, например. Мы сейчас выберем русский. Выбираем здание, мы сейчас в основном здании. Выбираем зал. Экспонаты с дополненной реальностью. И уже подходим к работам, у которых есть метки, и они будут оживать. Гости музея в полной мере насладились и музыкой в исполнении струнного ансамбля «Арко Арктика». Вдохновившись живописными и музыкальными шедеврами, участники посетили финальный аккорд мероприятия. Показ фильмов «Костер на ветру» и «Бог чехегой». Состоялась самая ожидаемая встреча со съемочной группой, где обсудили фильм. Фильм о том, как сложные ситуации, очень сложные ситуации с участием смерти близких тебе людей, как остаться человеком. Традиционно работал и якутский арбат. Все желающие запечатлеть себя заказали профессиональному художнику портрет. Особого внимания в этот вечер удостоилась и фотозона акции «Оскар для Лео». Посетители встретились с организаторами акции и сделали селфи с Лео. Вечер прошел в теплой, доброжелательной атмосфере. Отправили спать посетителей за час до полуночи. А сезон следующих культурных ночевок откроется весной. Саргалана Федорова, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск. Саргалана Федорова, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова